Девушки отдыхают 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 Простите, Нелюфар, это вы? Да Внизу одна женщина просит вас спуститься Сейчас цены на недвижимость снизились, но мы постараемся продать как можно дороже, хорошо? Уговори его, пока я не выгнала тебя из дома Обещаю тебе, я тебя выселю Моя сестра отправила тебя Да, это она отправила Ты не делал такого для собственной матери, а для тёщи делаешь А вы знаете, сколько раз я давал ему денег? Мне что, дать ему всё мое состояние для его неудачных планов? Моя мама ещё не умерла Мне нужна моя мама Открывайте глаза, мама Прошу вас Не оставляйте меня одну Откройте глаза Доктор Мама Моё счастье в том, что у меня есть такой человек, как вы Верность Фильм Ахада Каюма Производство киностудии Олау Нур Всё, бери Мама, ложитесь Так лучше? Да Хорошо Я быстро вернусь Маме становится лучше? Да, нормально Я с ней поздороваюсь, потом пойду на работу Хорошо Добрый день, мама Добрый день, сынок Как вы? Вам лучше? Да, слава богу Мне гораздо лучше Ага А ты как, солнышко? Хорошо Добрый день, как ты? Добрый день, как поживаете? Братишка, как ты? Да, спасибо, всё нормально Назира, дочка, заходите Заходите Как ты, сестра? Лучше не бывает Пойдём со мной Можем и здесь поговорить У меня к тебе разговор Личный Ох Заходи Я не поняла Все родственники твоей жены Вселились в твой дом Я их постоянно здесь вижу В чём дело? Сестра Они на время поживут у меня Что? Поживут у тебя? Да Ты не ответственен за них Или ты в чём-то обязанным? Сестра Говори потише Они могут услышать Мне всё равно Пусть слышат Тёща больна Она продала всё Свой дом Свои вещи На лечение У неё ничего не осталось Кроме нас у неё никого нет А её сын? Он же уехал за границу Со своей женой Почему их дочь тоже здесь? Больше некому оставить свой отпрыск Кроме больной матери Кроме неё никого нет Что ей у тебя делать? Она не может вернуться в свою деревню в таком состоянии Пускай вернётся Она обязана вернуться Кто её ждёт там, больную женщину? Лично мне никто из них не обуза Ты так привязан к ней Она даже не может родить тебе детей Прошу тебя, прекрати всё это Ты слишком многое себе позволяешь Ты ставишь меня в неловкое положение перед ними Всё можно перетерпеть Кроме этого Сколько раз я тебе говорила Сколько раз повторяла Развестись с этой бесплодной женщиной Это ничего, ладно? Как можно принимать её больную мать И никому не нужную девочку Они умеют только есть за твой счёт Больше они ничего не умеют Раз уж не умеют рожать Могла бы хоть отпустить тебя Сестра С меня хватит, уходи Что? Уходи с моего дома Ты меня выгоняешь? Не хочу потерять свою семью из-за тебя Твоя тёща и жена важнее тебе, чем твоя родная сестра, да? Это так? Неужели? Оставь меня в покое Я никого сейчас не выбираю Я просто не могу предать свою семью Прекрасно Верность мужа познаётся в таких трудностях Верность, говоришь? Прекрасно Фарид чего мы измучили тебя прости не говори глупости все хорошо не думай о плохом кроме матери у меня никого нет брат не хочет заботиться о маме он уехал за границу оставил даже свою дочь я просто не хочу чтобы ты унижался я хочу снять квартиру и жить отдельно с мамой чего снять квартиру откуда тебе пришла такая глупая мысль я очень люблю тебя я не хочу чтобы ты так унижался не хочу у тебя тоже есть гордость когда твоя сестра приходит к нам и вы ссоритесь у меня камень появляется на душе я так себя ненавижу в это время давай лучше разведемся так будет лучше все ты так быстро сдаешься я не стану разводиться и не женюсь на другой хоть никогда у нас не будет детей я не брошу тебя но ты тоже должна быть такой преданный мне но я не вижу другого пути не вижу если ты не видишь другого пути я найду его ты только будь со мной ты только не оставляй меня одного все это бесполезно ты понимаешь о чем я бесполезно все перестань не хочу тебя больше слышать потом поговорим мне пора на работу выкинь из головы глупые мысли увидимся доченька моя столько испытаний тебе я бы покинула этот грешный мир чем видеть как ты страдаешь прости меня прости свою несчастную мать прости меня прости дочка я никогда не хотела чтобы все так вышло прости это воля всевышнего если бы твой отец был жив мы бы так не страдали с тобой мы бы так не страдали мама не говорите так мне и так нелегко все будет хорошо если нужно я откажусь от всего мира вы только будьте со мной дочка я хочу снять квартиру и оставить вас возьму с собой внучку снимем квартиру ты должна быть рядом с мужем смотри столько людей живут квартире ты не беспокойся за нас все будет хорошо не беспокойся я никогда не оставлю вас одну если надо уйти уйдем вместе никто не заменит вас если вы будете скитаться по улицам как я могу жить счастливо как такое могло прийти вам в голову это мое последнее решение если нужно уйти уйдем вместе хорошо бедная моя дочка ребята у нас будут проблемы если не доставим груз заказчикам вовремя поэтому поторопитесь все к делу понятно сделаем как вы сказали мы пошли давайте приступайте добрый день ты чего где тебя носит все уже погрузили а тебя нигде не можем найти через два часа вагоны выезжают брат дома возникла проблема у кого дома нет проблем не смешивая свои личные дела с бизнесом все в путь с тобой я потом поговорю как только доставишь груз заказчиком позвони мне хорошо я на связи хорошо девушка давайте присоединитесь к нам что вы себе позволяйте алиш я тебе так завидую у тебя столько девушек в распоряжении со всеми ты это да да позволь нам тоже повеселиться она тоже хорошенько убери руки кем ты себя возомнил не люфар все успокойся не все женщины такие как ты себе представляешь люфар я тебе говорю эй ты что она себе позволяет а это я должен спросить тебя ты все испортил мне нужны такие работники для успеха моего ресторана кроме этого у нее есть муж ээээ знаю я таких они специально показывают себя клиентом ходят вокруг да около выпендриваются я их хорошо знаю могу даже доказать тебе хочешь я докажу понял перестаньте вы наконец-то все было нормально настроение испортили с утра не ли фар что с тобой что он себе позволяет негодяй клиент расстроил не обращай на них внимание среди них бывают и такие мерзавцы не люфар прошу прощения за приятеля эх вышло так неловко ладно вернусь я к ребятам да шеф я здесь ладно что случилось что за шум кто-то из клиентов расстроил ее не волнуйся ничего просто так не бывает может она сама глазки строить ты что не знаешь какая она порядочная хорошо что вы вместе работаете да знаю я ее поэтому и говорю тебя бы немного подстыдиться тоже мне а а а Короче, я сам удивился, почему он так говорил. Не говори. Что такое? Нелефар, что с вами? Все нормально. Все хорошо. Скажи, может кто-то обидел тебя? Я сам поговорю с ним. Никто меня не обижал. Сестра, мы никому не позволим тебя обидеть. Спасибо вам. Почему она так часто плачет? Наверное, у нее большие трудности. Она очень хорошая женщина. Помнишь, в первый день работы я разбил очень много посуды? Она спасла меня от упреков. Да, она очень смелая женщина. Стоит ли эта жизнь стольких слез? Может, ей нужна наша помощь? Лучше надо оставить ее в покое. Не нужно нам доставлять ей больше неприятностей. Она очень разумная женщина. Она сама может справиться, я уверен. Если такая женщина не увидит верности в этой жизни, значит, эта жизнь не стоит ни гроша. Все будет хорошо. Пошли. Ох, моя голова. Бабушка, тебе опять плохо? Да нет, радость моя. Немного перенервничала. А вы выпили свои лекарства? Да, выпила. Выпила, дочка. Вы должны вовремя принимать лекарства. А то вы тоже не сможете вставать, как наша учительница. Поэтому не забывайте. Пейте свои лекарства вовремя. Да, конечно, дочка. Умница моя. Так устала. Так много народу сегодня. Лайло, чем больше клиентов, тем выгоднее. Какая нам выгода от этого? Все равно денег не прибавят. Тебе бы быть благодарнее за все, что ты имеешь. Я так не могу. Хватит с меня. Мое рабочее время закончилось. Мне давно пора идти. Может, немного поможешь? Вышли бы вместе. Я знаю себе цену. Не нужно мне лишних хлопот и забот. Ну ладно. Я пошла. Лайло. 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 Я могу. Субтитры создавал DimaTorzok Дельноза, ты всё ещё работаешь? Я неважно себя чувствовала, поэтому не смогла закончить работу Ясно, давай помогу Нет, идите, я сама доделаю Нет, вместе доделаем Дай-ка мне Вот увидишь, через пять минут Здесь будет чисто Музыка Дельноза, ты ещё такая юная Тебе бы учиться Папа нас бросил А брат учится Мы все работаем Другого пути нет Правда Не обижайся У всех бывают такие трудности Мы должны всё принимать как есть Вот я Благодарно принимаю свою судьбу У вас тоже трудности? Дельноза Не бывает в этом мире человека без трудностей У меня мама болеет Не хочу быть обузой мужа, поэтому работаю В свободное время работаю официанткой Мы вот уже семь лет вместе Но до сих пор у нас К сожалению, нет детей Это тоже испытание судьбы Я не жалуюсь Самое главное Это не сдаваться Всё будет хорошо Я знаю Если человек трудится честно То у него Обязательно всё наладится в жизни Спасибо вам Ты береги себя Будь верной своей семье Никогда не ставь их в унизительное положение Поняла? Дельноз Сегодня так холодно Нам бы одеться потеплее Да А вот и наш автобус Как прошёл день? Хорошо Мама 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 Мама, что с вами? Что с ней случилось? Мама Вызовите скорую Сейчас Я вызову скорую Мамочка Сейчас Откройте глаза Откройте глаза, мама Пожалуйста Мама Алло, это скорая Быстрее выезжайте Дочка Да, мама Вы меня до смерти напугали У меня чуть сердце не остановилось Как вы? Дочка Дочка Опять поставила вас Затруднительное положение Не говорите так Вы нам всем очень нужны Доченька Я так себя ненавижу Стала вам обузой Прости свою больную мать Прости Дочка Не говорите так, мама Вы обязательно выздоровеете Дочка Ты иди домой Мне Уже Намного лучше Стало лучше Когда мы болели Вы никогда нас не оставляли одних Как я могу идти? Господи Господи Дочка Дочка Не хочу, чтобы из-за меня у вас с мужем испортились отношения Иди домой Забудься о муже Пожалуйста, уходи Я здесь полежу одна Не забудь о племяннице Шахризода еще ничего не умеет Мама Если с вами что-то произойдет, я не смогу себя простить Из-за нас вы попали в такое положение Я не оставлю вас никогда Я не выздоровею Иди к мужу Всегда забудься о нем Ты с этим человеком будешь до конца своих дней вместе Иди, доченька Мама, не пугайте меня Все пройдет, вот увидите Вы будете рядом с нами Все хорошее еще впереди Не мучайте себя Самое главное Это ваше здоровье Вы нам очень нужны Завтра к девяти Все грузы должны быть готовы Понятно? Да Все, можете идти Хорошо Привет Как дела? Фарид, как ты? Нормально Как ты сам? Не устаешь? Нет, потихоньку Азот Вот это тебе Должен отлучиться на пару дней Ты присматривай за машиной сам Пожалуйста Ладно Почему ты так подавлен? Что-то случилось? Возникли кое-какие проблемы Надо решить их Может тебе нужна помощь? Не бери в голову Все будет отлично Ты только присматривай за машиной Пожалуйста Ладно, ты не переживай Все ясно Спасибо, Азот Ну ладно До встречи Мы вашей маме дали снотворное Организм должен восстановиться Вы можете идти Нет, я лучше останусь здесь Она еще долго будет спать Нет пользы здесь оставаться Идите домой, отдохните Мы сами о ней позаботимся Идите Спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Азот Субтитры создавал DimaTorzok Фарид Ты дома? Здравствуйте Закрой дверь Как вы, сестра? Хорошо Как ты сам? Как ты, Захид? Спасибо, отлично А где наши гости? Ее состояние ухудшилось Она сейчас в больнице Ага Тебе нужна такая жизнь? Не понял Какая жизнь? Такая Саматошная Ты смотрел в зеркало Жалко смотреть на тебя И на твой дом сестра не начинайте опять пожалуйста что вы от меня хотите я хочу чтобы ты жил как нормальный человек что в ней такого тебе так трудно ее отпустить она что такая особенная семья для вас игрушка что в этой жизни есть такие чувства как верность преданность если вы вдруг забыли их не тебе говорить о верности если бы она была такой преданный к тебе бросила бы тебя в таком положении она только думает о своей матери зачем так суетиться ради человека который вот-вот умрет вам больше делать нечего кроме вмешиваться в мою жизнь надоели мне ваши упреки я будто только теперь узнаю вас значит когда наша мама была больна вы уходили к мужу и не хотели суетиться до следи за языком ты своей жене тоже так грубишь сестра не говоря не глупости она не такая ехидная как вы мама что вам нужно от дяди оставьте его в покое ты не умешивайся это взрослый разговор нечего тебе тебе нужна неродная сестра это бесплодная женщина нужны ее родственники мне жалко на тебя смотреть если бы ты развелся с ней вовремя и женился на другой у тебя бы сейчас было столько детей очнись фарид очнись еще не поздно я не жалуюсь на свою судьбу я не такой как некоторые мужчины все еще наладится это я такая глупая столько наговорила впустую живи со своей женой пошли добрый вечер сестра уйди с дороги добрый вечер сестра добрый вечер вечер добрый как мама нормально устала так устала я от всего почему столько мучений в этой жизни за что мне все это все будет хорошо ты только потерпи немного все что не делается к лучшему вот увидишь замучила я вас давайте разведемся так будет лучше нам я не хочу больше тревожить вас я должна заботиться о маме у меня не хватает времени на вас опять начинаешь зачем вам бесплодная женщина не хочу чтобы ваша гордость была задета из-за меня ты совсем выжил из ума я когда-нибудь упрекал тебя в бездетности или же оскорблял тебя у вас тоже есть свои мечты вы тоже хотите полноценную жизнь когда я думаю об этом совесть меня мучает вы не будете счастливы со мной я не могу себя простить почему эта жизнь так жестоко как бы жестоко не была эта жизнь мы обязаны ее любить потому что у нас не будет другого шанса ты тоже единственный в моей жизни больше ни слова не говори об этом умоляю тебя у нас будет много детей ты лучше позаботься о маме так будет правильно я знаю как трудно без мамы мое счастье в том что у меня есть такой человек как вы я не смогла бы преодолеть эти испытания без вас никогда спасибо я всегда буду рядом я благодарна богу за то что у меня есть такой верный муж я тоже благодарен шеф вы меня вызывали вечером у нас большой банкет скажи работникам и официантам прислуживать как следует очень важные гости ты понял все понятно шеф хотел вам сообщить нелюфар сегодня не пришла на работу надо найти кого нибудь у нас мало официантов почему не пришла созвонились с ней не смогли дозвониться ладно сам что нибудь придумай все ясно может быть она обиделась после того случая эх чесур чесур послушай да у тебя есть подруги которые ищут работу какую работу сегодня нелюфар не вышла на работу нужен официант большой банкет ожидается да вы что она что обиделась может она ждет когда вы ему позвоните строит из себя кого-то тебе обязательно надо кого-то осуждать или упрекать почему тебе она так не нравится не пойму спросите у нее самой почему она мне не нравится кстати есть подруги если хотите могу позвать она словно змея нелюфар не такая как лайло говорит она бы так не поступила без повода ладно возвращайся к работе ну хорошо мы тоже купим себе не надо нам одной такой хватит наш класс похож на группу бедняков не смейтесь над ней если бы ваши родители уехали за границу и вы жили с больной бабушкой вы бы не знаю как одевались у моего папа много денег покупая все что захочу если бы мои родители были рядом я бы знала как мне одеваться шахаризода ты плачешь? кто тебя обидел? никто просто соскучилась по родителям не стесняйся говори мне правду одноклассники да? угу не молчи кто тебя обидел? Акбар тоже был там да? да угу сейчас я им покажу ну ка идем да все ясно завтра до 4 доставим ваш груз ага все понятно хорошо удачи Фарид привет привет как ты? как твои дела? не устаешь с делами? что нового? пока ничего нового дела идут как надо вчера была отличная работа использовали твою тачку ага минуточку стой здесь вот твоя доля не стоит азот да нет ты чего? оставь их при себе это твои деньги не говори так хотя бы половину оставь себе нет Фарид спасибо у тебя какие новости? теща приболела ей сейчас плохо кроме дочери никого нет за ней присмотреть поэтому мы заботимся о ней пусть выздоровеет спасибо ты не переживай за работу мы рядом спасибо азот ты меня так выручил ладно мне пора постой в такие моменты нужна машина на возьми мою нет не надо ты и так мне очень помогаешь на бери тебе понадобится машина спасибо ты меня очень выручаешь благодарю тебя и за деньги и за ключи если тебе самому понадобится машина то звони ладно созвонимся ладно я пошел надо идти в больницу давай езжай удачи Акбар это ты обидел шахризоду? нет брат я никого не обижал Акбар все начал он издевался над ее одеждой да это он начал правильно? Акбар ты такой мерзавец с каких пор с каких пор ты начал судить людей по одежде а? родители нас этому учили? смотрите мне в глаза все если кто-то из вас обидит шахризоду я ему покажу если вы все цените по деньгам какие люди из вас выйдут завтра? шахризода если опять тебя кто-то обидит говори мне хорошо я сам разберусь давай иди и да я за всеми слежу я не знаю я не знаю нет но я делал что-то а не сделает что-то я не знаю что-то ну я не знаю я знаю что-то Как ты, моя радость? Хорошо. Как успехи? Хорошо. Справляешься? Нетрудно? Нет. Как бабушка? Я скучаю по ней. Солнышко моё. Завтра вместе навестим бабушку. Шехризотто, ты не затрудняй дядю, ладно? Ладно. Только вы не плачьте. Моя радость. Если тебе что-то нужно, скажи мне. Хорошо. Только испытаний, бедная моя девочка. Добрый день, Рай Хоан. Как вы? Ты чего так долго? Почему опоздала? Задержалась на работе. Тебе нужен муж или работа? Нашла себе время думать о работе. Послушай, сейчас самое время соблазнить Фарида. Ты сколько ещё собираешься его ждать? А что мне делать? Его жена сейчас в больнице. Её мама больна. Он тоже устал от сплетен. Ты должна действовать. Открой ей своё сердце. Скажи ей отпустить Фарида. Ты слышишь меня? Говорит то, что может затронуть её сердце. Как-то неловко. Сейчас такое время. Надо бороться за своё счастье. Используй свою женскую хитрость. Не теряйся. Поняла? Ладно, сестра. Ты только не забывай. Меня нет в этом деле. Я не вмешивалась. Договорились? Будь смелее. Не забудь про мои слова. Хорошо? Хорошо. Удачи, мне пора. Хорошего дня. Скажу вам правду. Одна почка уже не функционирует. А вторая очень слабая. Есть ещё некоторые дисфункции. Всё зависит от почечной фильтрации. Пока есть шанс спасти вторую почку. Нужно делать операцию. То есть, операция по пересадке почек. Но для этого нужен кто-то из её родных, братья или сёстры. У мамы нет братьев и сестёр. У неё никого нет. Возьми себя в руки. А другого пути нет? Есть. В современной медицине есть возможность лечить многие заболевания. Надо найти донора. Но эта операция производится за границей. Вам будет нужно много денег. Приблизительно сколько? До какого срока надо найти? В кратчайший срок. Состояние пациента ухудшается. Мы не должны заставлять её долго ждать. Все расходы могут составить примерно до 400 миллионов. Доктор, спасибо вам. Постараюсь найти нужную сумму как можно скорее. Хорошо. Нелюфар, нам пора. У нас очень мало времени. Доктор, я вам максимум завтра позвоню. Пожалуйста, помогите нам. Да, обязательно. Ещё раз спасибо. Счастливо. Фарид, откуда мы найдём столько денег? Мама умирает прямо на моих глазах. А я ничего не могу поделать с этим. Лучше бы... Лучше бы я умерла вместо неё. Нелюфар, успокойся. Всегда есть выход. Разве моя мама пришла в эту жизнь, чтобы страдать? Ради брата, ради меня. Она работала с утра до ночи. Бедная мама. Она старалась, чтобы у нас всё было. Чтобы всё было в достатке. Она достойна счастья больше всех. Она не увидит нашего счастья. Почему это несправедливо? Нелюфар, не мучай себя так. Всё во власти Всевышнего. Ты положись на меня. Если нужно, продам всё. И дом, и машину. Всё. Вы в своём уме? Зачем мне лишние упрёки? Ты считайся со мной. А остальных оставь. Всё. Иди к маме. Я сейчас зайду. Алло, Азот. Да, Фарид. Как ты? Нормально. Как ты сам? Где ты сейчас? Я на работе. Везу грузы. Потом вернусь в офис. Понятно. Мы можем встретиться? Это так важно? Да, очень. Как только освобожусь, я сам тебе перезвоню. Азот. Азот. Хм. Нилюфар не выходит на работу Может, у неё неприятности? С ней всё отлично Просто наелась Что ты говоришь? Почему ты всё время о ней так плохо говоришь? Всегда сплетничаешь о ней за её спиной С чего это за спиной? Могу всё это говорить прямо в глаза У тебя есть хоть одна причина так её ненавидеть? Это не обязательно Просто она мне не нравится Она всегда показывает себя перед шефом А меня унижает Как будто она ангел А я во всём виновата Она просто не хочет, чтобы ты унижалась перед клиентами Однажды я видела, как она ведёт себя перед клиентами Эх, Лайло Мама, как ваше самочувствие? Хорошо Спасибо, сынок Мне лучше Огромное тебе спасибо Не благодарите меня, мама Пусть Бог даст тебе всего самого наилучшего Нилюфар день и ночь со мной Я никогда не забуду твою доброту, сынок Мама, вы ни о чём не беспокойтесь Мы должны ценить своих родных Я просто выполняю свой человеческий долг Любой другой тоже так бы поступил на моём месте Вы все мои родные Желаю, чтобы вы были преданы и верны друг другу до конца своих дней Моё сердце обретает такой покой, когда я вижу вашу любовь Друг другу, будьте счастливы Мама, думаю, нам пора Давайте, идите домой А вы поспите, хорошо? Спасибо Идём, Шехльзода До скорой, бабушка До скорой, солнышко моё До скорой Пошли Завтра навестим вас Мама, я их провожу Да Иди Тебе не трудно в школе, Шехльзода? Нет, не совсем Возьмите деньги На лекарства понадобятся, хорошо? Если что-то нужно, скажи Ладно Спасибо Всё Возьми себя в руки Не забивай себе голову А то сама заболеешь Ты мне ещё нужна Шехльзода Веди себя хорошо и дома, и в школе, ладно? Твоя школьная форма готова Хорошо, тётушка Вы тоже хорошо присматриваете за бабушкой, ладно? Вы должны за нас обеих Ладно Пойдём Ты спросишь Почему такой я стала? А я отвечу просто Это жизнь Я ото всех И от всего устала Хотя Не начинала даже жить Ты хочешь знать Любила ли я когда-то? А я отвечу Было Один раз Любовь слепа И я не виновата Что в сердце Только пустота Сейчас Ты думаешь Что мне, наверное, больно? Да нет Я свыклась уж давно Совсем смирилась И могу дышать свободно Всё кончилось И мне уж Всё равно Ты скажешь Время лечит Всё проходит А я отвечу Нет Наоборот Оно лишь учит жить нас С нашей болью Не верить Не любить И думать Наперёд Я хочу продать машину Почему? Состояние тёщи ухудшается Нужно много денег на операцию Сколько нужно? Может, я помогу? Нет, не надо Это очень большие деньги Ты мой самый близкий друг Поэтому я тебе всё это рассказываю Ты сам продай мою машину Это будет большой помощью У меня Очень много дел сейчас Надо поговорить С врачом Потом Купить ей лекарства Очень жаль Пусть скорее выздоровеет Ты не переживай Я тебе помогу Спасибо тебе Да, кстати Пусть шеф тоже будет в курсе Угу Ладно Ты молодец, Фарид У тебя доброе сердце Такое не каждому по плечу Ты очень благородный человек Столько денег ради тёщи Даже Некоторые не тратят столько денег Ради своей родной матери Азот У меня нет матери Не могу Закрыть глаза Когда чья-то мать страдает И пока У меня есть возможность Я должен помочь На моём месте Любой поступил бы Так же Ладно, Фарид Не переживай Я всегда готов помочь тебе Но мне пора Угу Увидимся Входите Добрый день Добрый день Как ваши дела? Как Романаке? Я должен с вами Кое о чём поговорить Говори Я Хочу расторгнуть Наш с вами договор Ты в своём уме? Ещё столько груза надо отвезти Из-за тебя Столько работы провалится Тебя это интересует? Есть много ребят Кроме меня Которые умеют водить машину Я сам могу найти Угу Но ты Надёжней Я продаю свою машину Азот об этом знает Он сам поможет Что стряслось? Мне нужны деньги Нужно много денег Мама больна Операцию можно сделать Только за границей Вот в чём дело Угу Всё ясно Если что-то нужно От меня Скажи Не стесняйся Спасибо вам За понимание Мне пора Ладно, давай Фарид Позови Азота Ага Входи Вызывали? Да Присаживайся Ага Надо найти хорошего водителя Вместо Фарида Ему сейчас очень трудно Но я сам куплю его машину Только он не должен Об этом знать Да Ему нелегко Я поражён Его смелости Столько денег Ради тёщи Чего? Ради тёщи? Да Не родная мать? Нет Его мать умерла Он для тёщи так старается Мг Да Тогда низкий поклон Таким людям Это очень по-человечески Он очень верный Своей семье Да Это уж так Мы обязательно Ему поможем Будет грех Если поступим иначе Да Разумеется Ладно Ты иди Хорошо, шеф С вашего позволения Дочка Вы Не утруждайте себя Так сильно Из-за меня Ладно? На всю жизнь Будь Верной женой Своему мужу Да, мама Не переживайте Простите Нилюфар Это вы? Да Внизу Одна женщина Вас ждёт Сейчас спущусь Мама Вы полежите Я выйду на минутку Ну давай, иди Добрый день Добрый день, Фарид Как вы? Нормально Как ты сам? Хорошо Я давно думал об этом Если помнишь Однажды ты меня очень выручал Я никогда не забуду об этом Нет, забудь Это было искренне Я принёс твоё кое-что Я всегда хотел отблагодарить тебя Нет, не говори так Не стоит Нет, возьми Для меня это очень важно Я никогда не забуду тот случай Спасибо Я постоянно думал об этом Можешь вернуть, когда будет возможность Ты мне помог в самое трудное время Очень выручил Спасибо тебе И тебе спасибо Ладно, увидимся Ладно Удачи Это вы меня звали Вы не Люфар, если не ошибаюсь Да, это я Вы не ошиблись Хочу поговорить с вами о Фариде А в чём дело? Откуда вы знаете моего мужа? Мы любили друг друга Встречались Но потом... Что потом? Потом вы появились И всё изменилось Но я всё выдержала Приняла удары судьбы Ясно Что вы от меня-то хотите? Между вами, кроме брака, ничего нет, как я вижу Прошло столько лет У вас до сих пор нет ребёнка А теперь... Послушай меня Ты кто такая? Что осуждаешь меня? Ты что умничаешь здесь? Что тебе нужно? Послушай, женщина Оставь его В покое Вот что я хочу тебе сказать Есть люди, которые смогут сделать его счастливым До каких пор собираешься быть ему обузой? У тебя есть совесть? Если хоть чуточку есть, оставь его Выйди из его жизни Иначе... Прямо на твоих глазах он будет моим А ты останешься одна Ты заблуждаешься Мой муж... Никогда меня не бросит Это ещё время покажет Вот, он сам пришёл Что здесь происходит? Поговори с ним Если он примет твоё предложение Я сама уйду из его жизни Райхон, что ты здесь делаешь? Она хотела Поговорить со мной о тебе Она требует, чтобы я ушла из твоей жизни Она хочет добиться своей Давно упущенной любви Видите ли? Моя сестра отправила тебя Да, это она отправила Хотела не упустить шанс в такое время Райхон Послушай меня Я уважал тебя как сестру Но это была не любовь Не понимаю, что на тебя нашло Не забывай Такие интриги на нас не повлияют Наша любовь друг к другу Хватит на всю жизнь И я не хочу потерять мою любовь Поэтому Не вмешивайся в нашу жизнь Позволь мне жить Счастливо с моей женой Только смерть может разлучить нас Тебе всё ясно? Одиночество Что это значит? Проходят года Ты в безлюде идёшь Сам не зная Зачем и куда Гонят месяцы Над лесною листвой Облака Сердце ночи Разрезало молния Взмахом клинка Слышу плещется Мчится поток Её в ночь Мне душа говорит Невозможно не превозмочь Сколько раз Непогожая ночью В объятиях моих Засыпала любимая Слушай ливень и стих Лес шумел Растревоженный С хлипом небесной струи Тело с духом сливалось Рождались желания мои Драгоценное чувство Подала мне дождливая ночь Но душа говорит Невозможное не превозмочь Ухожу в темноту По размокшей дороге бредя И в крови моей слышится Долгая песня дождя Сладкий запах джасмина Порывистый ветер принёс Запах дерева малти Запах девических кос В косых милых цветы Эти пахли вот так же Точь в точь Но душа говорит Невозможное не превозмочь Погружённый в раздумье Куда-то бреду наугад На дороге моей Чей-то дом Вижу окна горят Слышу звуки ситара Мелодии песни простой Это песня моя Орошённая тёплой слезой Это слава моя Это грусть, отошедшая прочь Но душа говорит Невозможное не превозмочь Одиночество Что это значит? Проходят года Ты в безлюдий идёшь Сам не зная зачем И куда Сам не зная Зачем И куда Алло Привет, как ты? Хорошо, спасибо Почему не выходишь на работу? Я... Или обиделась? Нет Мама сильно заболела Пусть скорее выздоравливает Спасибо Может, я могу чем-то помочь? Нет, спасибо Всё хорошо Дай бог ей выздоровления Спасибо большое Вот это наш дом Ваш дом в хорошем состоянии Сейчас цены на недвижимость снизились Но мы постараемся продать как можно дороже Хорошо? Благодарю вас У меня к вам ещё одна просьба Перед продажей нам нужно переселиться на съёмную квартиру Ясно, я вам помогу Извините, я на минуту Алло Да, сестра Как вы? Хорошо Обязательно заеду Я полагаюсь На вашу помощь Я буду на связи Пожалуйста Всё? Договорились Договорились Ребята Доброе утро, дядя Доброе утро Доброе утро Утро доброе Как вы? Как успехи? Вот это тебе Как доехали? Как ты, Фарид? Сестра Как ты, моя хорошая? Как поживаете? Давайте к столу Спасибо Пошли Ну как вы, сестра? Хорошо А ты? Всё хорошо? Неплохо А ты как шахризотто? Хорошо, спасибо Где остальные В такой прекрасный день? Вы же пришли Наши главные гости А где ваш муж? Скоро придётся работы Хорошо Да, кстати Как здоровью твоей тёщи? Я собираюсь навестить её В скором времени Её состояние ухудшается Оказывается, нужно сделать операцию Фарид Что я тебе говорила Она всё равно не выздоровеет Все твои усилия напрасны Надо принимать свою судьбу Ну-ка, Захи и Акбар Идите на кухню Солнышко, давай ты тоже иди Хорошо Сестра Почему сразу о плохом думаешь? Мы же с детьми сидим И что? Я говорю правду Эх Я выставил свою машину и дом на продажу Что? Ты шутишь? Хочешь остаться на улице? Хочешь скитаться из-за тёщи своей? Сестра Не потому что она моя тёща Просто я думаю о судьбе одного человека Не глупи Ты потерял разум И не говори так уверенно Сломаешься Столько трудностей мы пережили Чтобы дожить до этих дней Ты бы пошёл на такие поступки Когда наша мама была жива Девушки, не устаёте? Сегодня было очень много клиентов, да? Не говорите Не устали? Нет, спасибо Шах-Рох Мы должны вместе поехать в одно место Хорошо? Всё в порядке, шеф? Мама Нелюфар сильно заболела Навестим её А-а-а Думаю, сегодня уже поздно Нас могут неправильно понять Да, ты прав Ладно, лучше поздно, чем никогда Нелюфар очень честная женщина Да Это новый способ зарабатывать себе на жизнь Думай, что говоришь Что за клевета? Почему ты всё меряешь деньгами? Она будет давить на жалость И возьмёт деньги у шефа Я многое слыхал о тебе Но не верил услышанному Что за чёрство из сердца? Я хотел, чтобы вы работали здесь Как одна семья Завтрашнего дня Не приходи на работу Мне не нужен такой работник, как ты Тоже мне Ты не делал такого для собственной матери Для тёщи делаешь Сестра, что вы говорите? Если бы в то время у меня была такая возможность Я бы сделал вдвое больше ради матери Она тоже мне как мать Как можно спокойно смотреть на такое? Я против Бесполезно себя Так мучить Всё ясно Нашёл, кому открыть своё сердце Слушай Вчера мой муж попросил у тебя денег Почему ты ему отказал? Я твоя сестра Родня твоя А вы знаете, сколько раз я давал ему денег? Мне что? Дать ему всё моё состояние Для его неудачных планов? Как я могу помогать человеку Который сам не в силе помогать своей семье? Он столько моих денег истратил впустую Я ему несколько раз предлагал поработать у меня Он сам не захотел Знаете почему? Потому что рядом со мной нужно работать Трудиться А он думает о своём кайфе О своём комфорте Ему бы брать деньги у меня и кайфовать Сестра Я думал, ты мне будешь как мать Но её ты никогда не сможешь заменить Не забывай этого Не говори так, Фарид А, кстати Нечего создавать интриги с Райхон и играть мне на нервы Если ещё раз такое случится, пожалеете Хорошего дня рождения Я пошёл Ты чего? Увидимся Не уходи так Всё Вместе открадуем Одевайся, уходим Фарид, как ты? Нормально Вот деньги от продажи машины Можешь посчитать Хорошо Я тебе доверяю Нечего считать Фарид И это от меня Возьми Скопил немного Нет, Азот Не нужно Не могу это принять Бери Ты научил меня настоящим ценностям В наши дни Трудно найти такого человека, как ты Азот Ты преувеличиваешь Ты и так мне очень помог Бери, друг Я многому научился от тебя Трудно найти Такого человека, как ты Азот Ты опять преувеличиваешь Всё же большое тебе спасибо Пусть будет много таких людей, как ты Пусть Всевышний вознаградит тебя Удачи тебе Пусть таких преданных и верных людей будет много в семьях Спасибо, Азот Мне пора Я очень спешу Давай, завтра я тебе позвоню Ладно, сегодня должен решить все эти дела Пока Хорошо Большое спасибо за помощь Никогда не забуду Не за что Удачи Ладно, удачи Мама, вам лучше? Да Ой, сестра пришла Добрый день Добрый день, как вы? Неплохо Вот, возьми Как ваше здоровье? Как самочувствие? Выглядит все неплохо Вижу Вижу Вам стало лучше Спасибо А ты как? Хорошо, спасибо Не устаешь? Нет Столько забот тебе Сетра, как вы? Как ваши дети? Как ваши дела? Нам-то хорошо И дети учатся Вы только измучили Моего брата Не говорите так, пожалуйста Дайте маме отдохнуть немного Полежала уже Столько инъекций И лекарств она получила Должно быть ей уже лучше Выглядит она неплохо Пора бы уже и выписаться Мама, что с вами? Не пугайте меня, мама Откройте глаза Сейчас позову врача Сейчас Ой Что с вами? Вы в порядке? Что с вами? Господи Больной нельзя нервничать Мама, как вы? Пожалуйста, выйдите Мамочка Успокойтесь Выходите Мама Эй, ты Послушай меня Я не позволю тебе Разрушить жизнь моего брата Из-за своей больной матери Слышишь? Он выставил свою машину И дом на продажу Ты обязана уговорить его Ясно? Иначе пожалеешь Уговори его Пока я не выгнала тебя из дома Обещаю, я тебя выселю Из-за этого дома Ты останешься на улице Поняла меня Сестра, уберите руки У вас нет совести Моя мама Еще не умерла Мне нужна моя мама Пошли вы прочь Пошли вы прочь с вашими деньгами Я сто раз умоляла Фарида Развестись Но он сам не соглашается Уходите Больше не приходите сюда Нам не нужна ваша доброта Идите вон Я тебя выгоню Уходите прочь Ты еще увидишь Ты еще увидишь Добрый день Как ты? Как мама? Что случилось? Что с тобой? Ваша сестра приходила Маме стало плохо Здравствуйте 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 Мне очень жаль Пусть скорее выздоравливает Да, спасибо вам Нелюфар давно не выходит на работу Мы беспокоились Потом созвонились и поняли ситуацию Сил вам Нет, я не могу это взять Нам хватает денег Нелюфар тоже не согласилась бы Поймите нас правильно Мы должны помогать друг другу В такие трудные моменты Возьмите Большое вам спасибо Вы очень преданы своей семье Не каждому по плечу Преодолевать такие испытания Спасибо вам за поддержку Ладно Нам пора Ладно Счастливо Увидимся еще Увидимся Спасибо за деньги Сил вам Сил вам Спасибо Спасибо Дочка Береги себя Есть вести от брата Боюсь Я его больше не увижу Мама Пожалуйста Не говорите такие слова Если с вами что-то случится Я не смогу жить дальше Вы обязательно выздоровеете Дочка Прости меня Я вам доставила Столько мучений И огорчений Мама Не говорите так Ничего плохого Вы не сделали Человек не сможет Убежать от своей судьбы Я Очень вас люблю Мама Что с вами мама Не пугайте меня Мама Не пугайте меня Мама Откройте глаза Как я могу жить без вас Счастливые дни Еще впереди Мама В эти дни Вы должны быть рядом с нами Откройте глаза Умоляю вас Не оставляйте меня Мама Пожалуйста Откройте глаза Доктор Мама Что я скажу брату Он этого не переживет Мама Мама Мамочка Не оставляйте нас Вы должны увидеть наше счастье Откройте глаза Мама Откройте глаза Не пугайте меня Мама Откройте глаза Пожалуйста О господи Господи Как мама Извините Я ничего не могу вам сказать Извините Как мама Говорите доктор Мои соболезнования Мы не смогли спасти вашу мать Нет Нелюфар Все Успокойся Возьми себя в руки Сядь Сядь Присядь Прошу тебя Нелюфар Успокойся Возьми себя в руки Нет Нелюфар Возьми себя в руки Нет Все Нелюфар Успокойся Садись Садись Все Нет Как я могу жить без нее Я этого не переживу Все Успокойся Все Не обвиняй себя Все По воле Аллаха Пожалуйста Успокойся Прошу тебя Успокойся Нелюфар 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 Вернуть бы маму на мгновение Сказать Сказать все То Что не успела Ей сказать Обнять Как прежде Нежно Нежно И гладить Плечи Руки Целовать И рассказать Как не хватает И попросить Прощения За все Сидеть Прижавшись Рук не отпуская И говорить И говорить И обо всем Ведь знаю я Что в дверь квартиры Войти не сможет Мама никогда Не поцелует Не прижмет Как раньше Не спросит Как мои теперь дела Я по тебе Скучаю Очень сильно Мама Скучай так Что трудно Рассказать Как я хочу Чтобы ты была Рядом Но нет пути Дороги нет Назад Куда мне Боль свою девать Душа кричит Внутри Надрывно Тебя всегда Мне будет Не хватать Здравствуйте Как ваши дела Здравствуйте Хорошо Спасибо Как моя жена Очень хорошо Я вас поздравляю Скоро станете отцом Да Неужели Здорово Еще раз поздравляю Спасибо вам Огромное вам спасибо Я очень рад Пожалуйста Счастливо Вот это судьба Отняла маму Подарила дитя Вот это судьба Фильм озвучен На студии Миракл Редактор субтитров Продолжение следует...